Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире сыны Западной Армении Мирюжан Степанян. Вопросы армян в Западной Армении. В Нереване и Степанакерте одновременно пройдут митинги. Геам Степанян призвал участников шишинского медиафорума освещать крайне кризисную ситуацию в Арцахе. Менендес предложил внести поправки в закон об обороне США, сдержав агрессию в Баку. Монастырский комплекс Санаин. Поддержим государственное телевидение в Западной Армении. Мирюжан Степанян родился 17 января 1993 года в городе Гюмри. Учился в школе номер 42 в квартале Муш города Гюмри. После окончания школы поступил в военный институт имени Вазгена Сарксяна. Окончив институт, с семьей переехал в Ереван, поступил на работу. Мирюжан занимался живописью, играл на шве, пел. За дисциплированную службу получил звание старшего лейтенанта. В ночь 2 на 3 апреля 2016 года на боевой позиции Талиш погибли командир 4 взвода, военнослужащий контрактник, старший лейтенант Мирюжан Степанян, военнослужащие Рафика Копян, Агасей Асатрян и Виктор Юзихович. Тогда мы жили в Ереване, рассказывает мать Мирюжана Нуне. Мой супруг работал в институте Вазгена Сарксяна. Узнав про начавшуюся войну, позвонил мне, чтобы я связалась с сыном. Я позвонила Мирюжан, как всегда говорил в хорошем настроении, сказав мне следующее. Мама, я тебя никогда не обманывала и сегодня не обманываю. Поверь, все, о чем вы слышали, это всего лишь диверсия. Мы их отбросили, сейчас у нас время отдыха. Друг Мируж спросил. Мама, что ты делаешь сейчас? На что я ответила, я дома. Прошу тебя, мама, сейчас же пойди в церковь и зажги свечу. Я пошла, зная, что Бог рядом и ничего с сыном не случится. Но, увы, случилось. Было утро 2 апреля, половина 9. Мируж сказал мне. Мама, ночь была спокойная, беспокоиться ни о чем, не волнуйся. Я посплю, проснусь и позвоню. Я всегда верила сыну, он был человек слова. В тот день я также поверила. Эта вера превратилась в беспокойство. Я стала нетерпеливой, ждала звонка. Сын мой так и не позвонил. Вопросы армян в Западной Армении. Одним из важнейших богатств Армении является музей древних рукописей Матендаран, где хранятся пергаментные рукописи, созданные на протяжении веков. Они написаны на пергаменте Магахатти из овечьей или телячьей кожи. Историка V века Мовсе Сахоринацы называют Кертохахай. Зачастую чужеземцы удивлялись, как армяне получают пергамент. Перед царской бойней города Двин иностранный купец побеседовал с армянским мудрецом. Для чего ты забиваешь 500 овец? Для пергамента. Мясо останется для людей, а из кожи сделают пергамент. И сколько матьянов будет написано из этого пергамента? На что мудрец отвечает. Одна большая книга. А стоит ли писать книгу в столь тяжелый год? Удивляется купец, думая в уме. Что за глупые люди эти армяне? Человек живет не только ради еды. От недостатка еды умирает тело. А вот от недостатка книги душа. Голод души разрушительнее, чем обычный голод. Рукописи пергаментно, духовная пища и богатство армян. 25 июля в 20.00 намечено одновременно провести митинги на площади Возрождения в Сепанакертии и площади Свободы в Ереване. Как передает Армян Пресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил государственный министр республики Арцах Гурген Нерсисян. Сообщаю, что 25 июля в 20.00 одновременно намечено провести митинги на площади Возрождения в Сепанакертии и площади Свободы в Ереване. Участников общенародного движения на двух площадях в онлайн-формате соединят установлены большие экраны, чтобы объединить наши голоса и подтвердить нашу сплоченную борьбу за снятие блокады Арцаха и предупреждение гуманитарной катастрофы за уважение права народа Арцаха на самоопределение и осуждение любого отступления от него. Призываю участников различных акций, проводимых с защитой народа Арцаха и наших соотечественников республики Армения, сплотиться и вместе выразить коллективную волю армянского народа и нашу непоколебимую позицию в вопросе Арцаха. Арцах и народ Арцаха не могут быть в составе Азербайджана. Участие каждого важно для Арцаха и арцахцев. Защитник прав человека Арцаха Геам Степанян опубликовал видео из Бердорского коридора, соединяющего Арцах с Республикой Армения, пригласив Степанакер представителей международных СМИ, освещающих международный форум, проведенный Баку в Шуши, чтобы лично стать свидетелями и освещать экстремальную кризисную ситуацию в Арцахе. Журналистское сообщество на дороге Степанакер в Шуши направило свой голос протеста участникам Шушинского глобального медиафорума, требуя от своих коллег не становиться орудием в руках азербайджанской диктатуры и освещать гуманитарный кризис в Арцахе. Сенатор США Роберт Менендес, председатель Комитета Сената по международным отношениям, представил проект законодательных поправок, предусматривающих привлечение Азербайджана к ответственности за агрессию и предполагаемые военные преступления против армян Армении и Арцаха. Также прекращение экспорта военной техники в Баку. Спустя почти год после нападения Азербайджана на восток Армении и более 200 дней после того, как режим Алиева блокировал коренное армянское население Арцаха, становится ясно, что Баку использует наступательные силы и продолжает блокировать беззащитное армянское население. Ежегодное применение поправки к статье 907 закона о свободе помощи нарушает дух закона. Более того, учитывая агрессивное поведение Азербайджана, ясно, что условия использования оговорки не соблюдаются. Учитывая это, издевательство над законом пора отменить оговорку и оказать давление на Баку, чтобы он прекратил свои агрессивные действия против армян. Я поддерживаю народ Нагорного Карабаха, над которым нависла угроза голода и народ Армении, который продолжает восстанавливаться после собственных потерь, понесенные им в результате вторжения Азербайджана на их родину. Без приводливости не может быть мира. Именно по этой причине я твердо убежден, что мы должны продолжать расследование всех предполагаемых военных преступлений. Более того, мы должны оказать давление на режим Алиева, чтобы предотвратить будущие преступления, в том числе наложить санкции на виновных. Монастырский комплекс Санаин, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, прошел через множество испытаний и дошел до наших дней. В беседе со спутник Армении об этом сообщил начальник управления по охране памятников истории и культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Арутюн Ванян. Также отметив, что на государственные средства в этом году будут завершены работы по ремонту крыши, также будут проведены определенные работы по благоустройству территории, решится проблема подпорной стены и водоотвода. Находящиеся на территории монастырского комплекса Санаин часовня Сур-Парутюн и церковь Сур-Пакоп также были отремонтированы. Сейчас реставрируется усыпальница Закарянов и Аргутянов. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны. Информирует о политических и общественных событиях правительства. Также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами. Также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армении ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok